Галина Николаевна Купянская – одна из двух освободителей Армавира, которые в 2022-м остаются в строю и могут рассказать о тех событиях от первого лица. Ветеран Великой Отечественной войны в свои 98 лет прекрасно помнит, каким оказался город после оккупации. Будто и не прошло 79 лет спустя того раннего утра 24 января 43-го. Город был разрушен до основания. Центра города вообще не было. Это были сплошные развалины, бетона, кирпича, арматуры. И только на окраинах города были частные домики целыми. Конечно, было очень жаль и очень трудно встретить такой город. Жители выходили с маленькими детьми на руках. Выходили, встречали, плакали. Они выходили из подвалов, из подворотин, как говорится, потому что прятались куда только можно. Город находился во власти фашистской армии с 8 августа 1942 года по январь 43-го. За 67 дней Армавир потерял немало зданий и жизненно важных объектов, а главное – своих горожан. Более 12 тысяч человек не вернулись с фронта. От дома тысячи мирных жителей были замучены и убиты. Только в противотанковом рву в хуторе Красная Поляна захоронены 6 680 женщин, стариков и детей. Туда свозили в душегубках машинах, свозили людей, которые безвинны были, и детей, и женщин. Вот, некоторых расстреливали, некоторых заживо буквально хоронили. И вот в Красной Поляне были свидетели, что когда они пришли утром после расстрела наших, то даже детская ручонка была видна из земли. Детская ручонка, она живая еще была. Понимаете? За годы на фронте Галина Николаевна видела многие ужасы войны. Ее служба началась в апреле 1942 года. 18-летнюю девушку призвали в 74-й отдельный батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи, где научили распознавать вражеские и советские самолеты по силуэту и звуку. Навык еще сохранился, но ветеран надеется, что эта способность не пригодится ни одному из людей. Я хочу, чтобы никогда не было войны. Хочу, чтобы люди наши мысленно даже не помышляли о том, чтобы кому-то повредить или кого-то захватить там или еще что-нибудь. Но, как говорится, мы терпеливы, но если нужно будет, мы, по-моему, в состоянии защитить свою страну, свою родину от какого-то посягательства на ее свободу, независимость и так далее. За свои подвиги Галина Купянская награждена орденом Великой Отечественной войны и медалями за боевые заслуги, оборону Кавказа и победу над Германией, а также благодарностями за работу с молодежью в послевоенные годы. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, Служба информации, телеканал А360, Армавир.